С вами в студии Станислав Белковский. С вами в студии Станислав Белковский. С вами в студии Станислав Белковский. Подвижник артериосклеротической и гипертонической болезни сердца. Также в момент трагического инцидента, скорбного инцидента, у него была интоксикация фентанилом. Незадолго до смерти он употребил метамфетамин. И судмедэксперт Беккер подчеркнул, что афроамериканец умер непосредственно от тяжелого сердечного заболевания, а не от действий полиции. По словам специалиста, погибшему в связи с его болезнью требовалось все больше и больше кислорода. И во время конфликта адреналин заставил сердце Джорджа Флойда биться еще чаще, чем обычно. Мы понимаем, что у подвижников и гуманистов оно и так сильно бьется из скорби за человечество, из сострадания окружающим и ближним. Он же не убил правильную беременную женщину, а только приставил пистолет, к ее животу сдержался. Представляете, какой запас прочности гуманиста. Это требует еще большего количества кислорода. Таким образом, становится совершенно понятно, что не полицейский Дерек Шовен, которому сейчас грозит 40 лет тюрьмы, был источником гибели подвижника Джорджа Флойда, а собственно душный американский капитализм и президент Дональд Трамп. Если бы не Трамп, то всего бы этого не случилось. А главное, американские налогоплательщики не заплатили бы наследникам Джорджа Флойда 27 миллионов долларов в качестве компенсации за все произошедшее. Поэтому, поскольку всем известно, что к власти Дональда Трампа привела Россия в 2016 году и никто иной, то я от имени России и российского народа приношу американским коллегам колоссальные извинения. Мы постараемся больше так не делать, а то никаких бюджетных средств на выплаты компенсации не напастешься. Эпиграф Иосиф Бродский КОНЕЦ